Всем привет! Сегодня день рождения у нашей доченьки любимой, и мы решили снова организовать праздник у нее в детском саду. Так удобнее, потому что с детками, со всеми она дружит здесь. Их в обед разбудили, и сейчас будут спускать в спортзал, где будут ожидать их аниматоры. Все, готово, сейчас их спустят. Целых шесть. Это все кто такие пришли в детский паздник? Ты их знаешь? Точно? Хорошо. А мы сейчас проверим, насколько хорошо знаете наши сады. Ну-ка, скажите, сколько я сегодня исполнилась? Шесть! Правильно! На наши сады у нее день рождения! Сегодня! Сегодня! Все правильно! Хотела показать новый компьютер. У меня был до этого тоже Lenovo, но более старая модель йоги, и я обновила на новую йогу. Это йога 910, раскладывается во все стороны, и может превращаться и в айпад, и, не знаю, просто в экран. Мне кажется, очень удобно. И размер идеальный для путешествий, брать с собой удобно, и монтировать видео удобно. В общем, мне очень нравится. Новиночка, можно сказать. Давно мечтала, и гораздо дешевле, чем Apple. Мы прилетели в Москву! Да, футбольная команда. Открываем. Ух ты! Что-то у нас здесь прикольненькое. Вау! Ух ты! Посмотрите, какой вид потрясающий на Кремль! Я так скучала по этому виду, потому что самый первый отель наш был этот же Балчук Кемпинский, когда мы были в прошлом году здесь со всеми блогерами на Хэллоуин. Я уже даже не помню на какую вечеринку. Ох, смотрите, какой классный вид! У меня с тех пор такие классные ассоциации с Кремлем и с видом из окна. Хотела показать, что мы купили в самолете. В самолете есть дьюти-фри. И мы вот очень давно хотели такую штуку, которая взвешивает чемодан. Вот посмотрите. Сара покажет сейчас. Вот, наша ручная кладь весит 7 килограмм с половиной. Вовочка пошел в магазин и принес нам крабов камчатских. Сколько стоит такая баночка? Пишите под видео. Тысяча рублей, пять тысяч тенге. Ну, в принципе, нормально за крабом. Он натуральный, настоящий. Это не крабовые палочки. Это настоящее мясо краба. Хочу сказать, что в детстве мы жили на Дальнем Востоке с родителями. И очень-очень часто ели крабы камчатских. Там было много. Прям в изобилии. Днем тоже очень крутой вид из окна. Посмотрите. Там, кстати, гум. И он весь подсвечивается фонариками. Ёлка там есть. Мы туда не пойдем. Потому что я болею. Сара приболела. И как-то мы легко одеты. Потому что не собирались здесь находиться в Москве долго. Вот так развлекаются мои родные. И пока мама пойдет на встречу, у меня несколько встреч в Москве пока здесь. Быстренько-быстренько встречаемся с людьми, общаемся. И я вот соберусь. Пойду в холод. Из города я вернулась с подарками. Теперь у меня есть этот прекрасный фен, о котором я очень давно мечтала. Дайсон Суперсоник. Последний раз мне им сушили волосы в салоне, где я красилась. И я была в полном восторге. Во-первых, очень быстро. Во-вторых, он суперлегкий, бесшумный. И я сейчас буду сушить Сари волосы им. Потому что мы покупались в ванной. Преимущество этого фена в том, что он меньше повреждает волосы. Меньше нагревает их. Например, я постоянно сушу волосы феном. Практически все время. Потому что все время тороплюсь. Мне нужно, чтобы все было быстро. Вот он сам Джеймс Дайсон. Показывает вот какой в обычных фенах мотора. Вот какой. В фене Дайсон маленький. Разница очевидна. И, кстати, они проводили испытания на волосах. На прядях настоящих человеческих. Потому что, оказывается, по всему миру тест стандарт. Знаешь, какой? Какой? Высушить феном тряпочку. Если тряпка высохнет за определенное время, значит фен нормальный. А они испытывали на человеческих волосах. Да, мы сейчас будем его испытывать. Включаем. Послушаем, какой он шумный. Прикольно. Регулируется он еще по температуре и по мощности. О, видите? Класс. Здесь холодный режим. В принципе, знаете, никуда и не ходили в Москве. Все время в отель, да в отеле. Потому что одежды теплой нет. Здесь выпал снег. Я вчера просто поехала на съемки на часов пять. И вернулась обратно в отель. Уставшая там даже ничего для вас не сняла. И теперь, как бы, утро. Следующего дня. Нам сейчас идти на завтрак. И за нами такси приедет где-то в одиннадцать. Мы улетаем в Америку. Как я вам и рассказывала. Лететь примерно девять часов. И буду снимать вам влог уже оттуда. Скорее всего. Так что время пролетело быстро. Вещи все собрали. Я распродала очень много вещей своих. Спасибо всем, кто купил или кто адекватно отнесся. Если честно, я недорого продавала. Да, не все адекватно восприняли информацию о том, что я распродаю там вещи свои. Потому что мне жалко их бросить. Жалко их просто здесь оставить. И тем более, как бы, деньги никогда лишними не бывают. В Европе вообще, как бы, эта практика распространена. И в Америке. Потому что многие из вас привыкли, что мы дарим блогеры. А тут вдруг Женя продает. Но я дарю тоже. И иногда можно что-то продать. И я думаю, что все эти деньги пойдут на новую камеру, на объектив. Потому что это все вообще недешево стоит. Поверьте мне. В общем, пока в Москве быстро заказала себе духи сайта духи.рф. Хотя у них появилась доставка в Казахстан. Я очень хотела вам об этом сказать. Если вы не знаете, где купить хорошие духи. Оригинал, то есть все вот эти селективные, премиум класс, то заказывайте на сайте духи.рф. Я уже не первый год заказываю. И многие из нас заказывают их. Отличный выбор. И цены намного дешевле. Гораздо дешевле. Еще хотела показать упаковку. Она очень крутая. Так как я знаю, как упаковывать коробки, то могу вам смело сказать, что это самая лучшая упаковка, которая может быть. Но здесь ничего не побьется, не сломается. Я заказала себе Монталь, Рос, Эликсир, Молекула. Очень хотела попробовать духи Диорисима от Диор. Это классика с детства. Помню, мои первые духи были именно Диор, Диорисима. Мне дарил их папа когда-то. И запах просто сногсшибающий. И также они мне подарили пробнички. Ароматы относибельные и очень популярные. Давно их хотела. Буду пробовать особенно. Хотела очень попробовать духи Молекула. И потом с вами поделюсь обязательно. Сейчас мы находимся в аэропорту Шереметьево. В бизнес-зале Мастеркард. И я вам могу смело сказать, что это лучший зал ожидания, в котором я была. И зашли мы не по моей Priority Pass, а по Вовиной карте Мастеркард. Здесь есть меню с очень хорошими блюдами. Во-первых, смотрите, брускетта. Все это абсолютно бесплатно. Здесь меню без цен. Десерты здесь. Очень хороший выбор. Завтраки. И если брать основное меню, обед. Вот я, например, сейчас закажу стейк лосося на подушке шпината. То есть это все абсолютно бесплатно. А также здесь алкоголь элитный. Тут игристые вина. Белые, красные, пиво. Коктейли они делают. Тут, в общем, вы понимаете, да, разницу? Я просто в шоке. Что и требовалось доказать. Отличие всех просто бизнес-лаунжев от Мастеркард. Я в шоке сейчас. Действительно, такой, знаете, хороший ресторан. Мы прилетели вчера в Нью-Йорк. И у нас снова начались головнички на паспортном контроле. Перечеркнутая карточка моя была черным. И снова меня в отдельную колонну. Вову в отдельную колонну на паспортный контроль. Мы не вместе проходили. Хотя, как выяснилось, можно было все равно вместе. Так как мы семья. Не нужно было разбиваться. Хоть у меня был крест, а у них нет. Но нужно было идти вместе. Потому что мы вместе. У меня два паспорта, скорее всего, из-за этого. Потому что виза стоит в старом. Я прилетаю по новому номеру. И у них что-то там, видимо, не состыковки в системе. Меня не пропускают. Потому что они такие, типа, Сара, проходит ребенок? А мама нет. Маму снова в эту комнату ведите. И я так, как уже бывала. Как-то сильно не испугалась. Но все равно страшно было. И у него спросили, сколько у вас денег. Никогда не спрашивали, сколько влетали. А тут, видимо, они чувствуют. Все равно у них какое-то чутье. Потому что мы первый раз в жизни сняли наличку. Мы вообще так никогда не делали. Мы всегда на карты сбрасывали и снимали деньги. А здесь решили, чтобы без комиссии снимать, сразу привезти крупную сумму. Если вдруг мы захотим купить там машину, например. Прямо как чувствуют, спросили. У вас есть ли деньги? Вова сказал, есть. Но у нас была такая сумма, которая не подлежит декларированию. То есть мы спокойно вывезли из своей страны эти деньги. На каждого человека можно было вывезти до 10 тысяч. Из России, из Казахстана. А вот все равно они спросили, мы рассказали. Он написал, какая сумма. И опять же нас повели в отдельную комнату. Меня в одну сторону, а Вова вообще в другую. В каком отеле восстановились? Я говорю, в Орландо. Нам сейчас еще лететь в Орландо. Он говорит, а как называется? Я говорю, я не помню. У меня где-то в телефоне, говорю, есть эта бронь. Он говорит, покажите. Я ему достала телефон и открыла там переписку с агентством в WhatsApp. Показала ему отель. Хотя этот отель мы сами бронировали. Мы его забронировали на один день всего. Кстати, из-за этого могли тоже нас... Может быть, да. Но они типа, на сколько мы такие, на две недели. Вот. Короче, в итоге, слава богу, нам поставили печать, ну что мы въехали, все. И можем находиться в Америке полгода. До мая. Ну это нормальная практика, потому что они дают пребывание срок полгода. И потом нужно пересекать границу и вновь въезжать. На 10 лет у нас виза, мы можем таким образом 10 лет. Но опять же, нужно всегда переживать за то, что на границе будут вас спрашивать. Вы только что были в Америке полгода, что вы опять сюда въезжаете. Типа, недопутешествовались или недолечились. Там, если вы там в больнице будете говорить, что вы лечитесь. Ну, масса таких моментов. Так что, такие дела. Мы сейчас здесь выспались. Идем на завтрак. Сейчас будем искать машину в аренду. Скорее всего, снова вернемся в аэропорт. Пойдем молока зальем. Костеры, как я и говорила. Здесь еще есть скрэмбл. Яичница. Что-то тут еще. Давай. Молочком зальем. И у нас такой вот чисто американский завтрак. Сария хлопья с молоком. Я тост, арахисовая паста, йогурты, яичница. В общем, как-то так. Нормально, хорошо. Сара не хочет в бассейн. У нас здесь в 10 утра открыли бассейн. И посмотрите, сразу просто откуда ни возьмись появились куча детей. Можно взять телегу, на нее загрузить чемоданчики и самим спустить. Никому не нужно платить доллар или два. Приехали в аэропорт снова. Арендовать машину. Арендовать машину. У нас здесь такая вот очередь. За машинками. Порядочная. Порядочная. Халлоу, тудэй. Ай, гуд. 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 Международные не нужны права. Наши казахстанские подошли тоже. И вот нам дали бумагу. Я сейчас удивлюсь, что нам дадут машину, даже никто не будет ходить, осматривать ее. Здесь у них так все надо. Просто очень. Сейчас 10 утра и градусов 20 тепла. В тени на солнце примерно 22 пока. Классно тепло и влажный такой климат. Как я люблю. И Вова тоже любит. Вау. Я такую хочу. Я тоже хочу. Класс. Я хочу зелёную. Кстати, она не очень дорогая. Двухместная. Сара, ты бы не поместилась с нами. А вот в красную можно кабриолетик. Это парковка в аэропорту. Очень зеленая. Здесь могут быть аллигаторы. Нас напугали уже. Ищем машинку. Поиски продолжаются. А тут лакшери написано. Лакшери тачки. У нас нет слов. Я просто в шоке. Нам только что сказали, что мы можем выбрать любую машину из этого ряда. Ключи внутри. И в каждой машине есть ключи. И можно просто выбрать любую, какая нравится, сесть и поехать. Какая нравится, какая нравится. Тебе какая нравится? Сара? Мне вот такая нравится. Ты посмотри, у нас просто шикардос. Да? Вообще, да? Какую выберем? Слушай, ну Nissan... Ты же сначала спорты? Нет, я хочу Nissanчик, он повыше. А вот Ford как мы бронировали. Нет. Форд не бронировали? Хочу. Хочу крутую. А вот здесь? Это что у нас? Buick. Что-то билет неохота, да? Нет. Давай Nissanчик. Флорида. Крутяк. Все. Выбрали мы синюю машинку. Поехали. Сейчас кататься. Кататься. Шлагбаум. Шлагбаум. Поэтому, скорее всего, ты предъявляешь документ и выпускают. Поэтому, нет, не любой желающий может уехать с машинкой. Посмотрел права и посмотрел, убедился, что именно того размера мы взяли машину. Все. Мы забрали вещи из отеля и поехали на нашей новенькой машинке. Супермаркет. Таргет. Нам нужно купить детское кресло для сара. Они снаружи такие прикольные. Мы заехали в Таргет. И будем сейчас искать детское кресло. Также что-то может покушать. Мама, а если там будет детское тележка, можно я возьму? Смотрите, какой кайф в магазине. Я не могу. Вот это елки. Очень красивые елки. Да, очень красиво. А игрушки, смотри, какие. Супер. Полез в Санта-Клаус развешивать гирлянды на елку. Ой, ты какая милота. Я не могу. Так еще лестница увеличивается. Нет. Нет? Вот такая была? Как мило. Слезет или спрыгнет? Он на елку прыгнет. Вот мы и купили детское кресло. И нам как-то еще странным образом она сделала скидку 20%. Ну ты покажи чек. Плюс она... Купон какой-то провела. Купон провела свой. 20% сделала скидку. Во-первых, мы купили его и так недорого. Это кресло 18 долларов стоит. Но она сделала дополнительно скидку. 5,60. Вот стоила 18. Категория купон. Потом она пикнула купон. Почти 4 доллара скидка. Странно, да? Дечку ставить. Капал. Прям уже поставила воду себе. Такая делома. Девчонка. Из-за разницы во времени ужасно захотелось спать. Сейчас 2 часа дня. Целый день практически мы провели в дороге и по магазинам. Поэтому будем завершать этот влог. И скоро встретимся. Так как я планирую снимать часто. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.